Ну хорошо, Лёнь, ты первый у меня в списке, давай начинаем. Какой-то злой. Эх, адайен, гам леперушо шель рамбан, нутру адайен шалос шейлот. Алиф, кварцюйна... Переведи так, переводите. Переведи. Тем не менее, согласно комментарию рамбана, у нас осталось три вопроса. Замечательно. Осталось три вопроса. Алиф, кварцюйна шейла, мадуа, бахра, атура, левтох, бамелат, асмехут, берешит, бли, лицаен, берешит, ма. В шейла зу, эйн... Ну, до конца, до конца этого. В башейла зу... Не-не, переведи, не надо, переводи. Хорошо. Уже был задан вопрос, уже был обозначен вопрос. Почему выбрала Тора открыть со словом смехута... Открыть, чтобы начать, правильно? Начать, начать со словом берешит, без того, чтобы сообщить берешит чего. Да. В шейла зу эйн пи рамбан шува мафурэшит. И на этот вопрос у рамбана нет ответа. Ну, ясно, да. Ясно, да, ясно, да, ясно, да, ясно объяснено, да, да. Да, да, да. Бэт. Мадуа, ло, нитан... Чего? Сейчас, 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 я эти секунды был не с тобой. Мадуа, ло, нитан, а я? А я, ле... Чего это? Ла Шмид. Ла Шмид, это от, а, мишурэшит... А, мишурэшит... А, мишурэшит, служебный. А, мишурэ, от, мишурэшит бэт, бимком левтох, бэ решит, бэ лихтоф бэ паштут, решит бэра эллоим. Кэддэрэх шэнээмар, дэрэх машаль, решит гоим амалэк. Я тебя не стал перебивать, ты не разбил. Ну, хорошо, тогда все переводи. Ну, правильно, тут же целиком. Почему нельзя было убрать букву бэт, начальную букву бэт, и вместо того, чтобы сказать про... Сказать бэ бэ решит, сказать проще. Решит, то есть вначале створил. Ну, наверное, решит, створил бог, как сказано в другом примере, решит народов амалэк. Ну да, то есть как бы идея здесь понятна, что если идти по тому, что все-таки вначале, то он как бы приводит аргумент, что если слово вначале, то для этого лучше подходит слово реши. Потому что слово бэ, это как бы слово женнослужебное вы. А правильно требуем стать просто реши. И тогда получается, что у нас что-то есть, что... Я вам сейчас спойлер делаю. Получается, что есть что-то скрытое в этом решите. То есть вы решите, это вы решите. То есть вы решите, но не в решите, да, а вы решите что-то есть. И нам это надо понять. Окей, ну хорошо. Но он же все равно смехут. Хоть бэ решит, хоть решит. Это правильно, да, это правильно. Да-да-да-да. Смехут пока что он оставил. Но на второе он ответил. То есть есть два вопроса. Окей. По поводу смехута и по поводу почему бэ. Окей. Ну давай я гиммал еще... Да-да-да. Ну если жарко, давай. Ну давай. Уже в Иерусалимском Талмуде был задан вопрос, почему мир сотворен с бэ, а не с алев. Ну да, потому что бэ решит первое слово бэ, а не алк. Правильно? Окей. В им... Тагоу? Я даже не знаю. Титгу может быть. Не знаю. Титгу. Титгу, наверное. Да, если вы решите, то я спрашиваю. Кит-цат не тан... Ладвик стам, как алев. Льот Аришона, бетура. Симун Алиф Хэм, ле Увда, шеот Алиф, потахат Эта Шэм Элвим. Вы... Ну, переводите. Не-не, подожди, переводи, иначе мы вообще забудем. Да, хорошо, перевожу. И если вы будете как бы спрашивать, как можно просто так приклеить букву Алиф в начале Торы, обратите внимание, что имя Бога начинается с буквы Алиф. Все, точка. Да, это решает проблему. Подождите, а непонятно предложение, можете пояснить? Куда букву Алиф мы должны были... А не, не, он сейчас будет дальше объяснять. Окей, окей, окей. Все, 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 все. Предложение, там сейчас будет понятно. Сейчас просто переставить местами. Ой, тогда все понятно. Тогда все понятно. Хорошо, переводи. И теперь стоит спрашивать, почему не было бы лучше начать Тору с имени Бога или писать «Бог вначале сотворил»? Или «Бог сотворил вначале». Ну, типа этого, да. Ну, во всяком случае, было бы более разумно, правильно? Ну, да, было бы логичнее. Кто-то, автор сделал кто-то, это сделал кто-то. А почему так странно начинать? Брешинка, это как бы не центральное место, но вначале, хорошо. Ну, и что, что вначале? Еще такое сложное, и смехут без несмаха. Правильно, действительно было бы начинать Иллоуэйн, Бара, и все, и дальше продолжать. Тогда все просто и ясно. Окей? Хорошо. Вопросы заданы. Можно ли я почитаю пока? Да, конечно, да, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Не идиотом выглядит, потому что я до конца не дочитала. Нет, нет, нет проблем. Послушайте, не тихо, чувствую себя спокойно и комфортно. Потому что я не до конца, до конца, я там, я бы встану путаться. Нет никаких проблем. Так, цад смеют ванова. Вот я к цад, это типа конец или что? Немножко, 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 немножко скромности и смирения. Похоже, что эти три вопросы, эти вопросы, которые перед нами, указывают в одном направлении. Ну да, окей. Ну да, окей. Так. Мигогматан. Мигогматан. Но он часто использует это слово здесь. То есть, то есть, смысл, как бы, направление. То есть, то самое, их цель, алильмот аотану, научить нас. Леламет только, слегка, леламет, да? Леламет, да. Да, леламет аотану. Бефета хатора, эт ми дат ацниют, ве анова. А, а не дрешит, ми на адам, бе, омдо, лихней, ма, стебрешит. Да, замечательно. Ну вот, все классно. Научить, значит, нас в начале Торы качеством смирения и скромности и смирения, которые требуются от человека, стоящего перед сотворением мира. Ну да, короткое только замечание в скобках. Ну понятно, как бы, к чему он ведет. То есть, общая идея такая, привел Раши, привел Рамбана, пытался сам, но все равно вопросы остались. И тогда нету, как бы, другого решения, кроме как сказать, так, ребят, тут на самом деле все сложно, и эта сложность, как бы, встроенная. Для чего? Для того, чтобы научить нас сниют твое анова. Все, это такой подход. Ну хорошо, это опять я сделал спойлер. Будем читать, да. Ну хорошо, Ань, поскольку ты хотела читать. Подождите, можно мне маленькую репличку? Ну вы меня, пожалуйста, не обижайтесь. Мне просто царапает слух. Вы прочитали цниют. Это неправильно прочитано. Если бы было написано после юда вав, было бы цниют. А это цниют. Вот точно так же мне царапает озен, когда говорят бриют. Это тоже неправильно. Бриют. Потому что там алиф. Нет проблем. Нет проблем. Все, теперь с ушами все нормально, мы можем библиться дальше. Да, действительно. Спасибо, извините. Нет, 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 все правильно. Это очень распространенная ошибка. Да, секундочку. Но я не могу мимо пройти. Окей, все замечательно. Ну хорошо, Ань, ты можешь дальше читать? Нет, конечно. Пока. Читать. И не в силах человека проникнуть в тайну Всевышнего и достичь его, понять его сущность, как он есть. Вот так вот. Ну да, мы дальше увидим, быть, знаете, как бы, жилой отмост, понять его самого. То есть понять его, как его самого. Как он есть. Ну да, так как он есть. Ну да, вот я смотрю на Аню и говорю, ага, я понял, Аня, она такая, такая, такая-то. А вот Всевышний так не проходит. Почему? Потому что он не видим. Ну так, по-простому, да, поэтому его надо как-то познавать другими путями. Как, сейчас будет ответ. Окей? Ибо все, ибо Бог не, как бы, не определяется или не определяется. Да, не определен. Я думаю, что это стрелавский принцип. Да, ну хорошо. Я думаю, что лу югдар действительно, а слово беда. Или агдара определение. Он не определен. И он как бы скрыт, видимо, на лету скрыт, видимо, и как бы возвышен или превыше, как бы представление человека. На лету это все-таки, по-моему, или возвышение? Ну, на лету я перевел. Он возвышенно не достигает ничего, если его понимать. Если бы был, нет, не так и так. Если бы был скрыт, был бы на илям. А тут на лету. Атмеля ля алет. Оле хадаш ля алет. И логично, на лету и габуа. Возвышен и возвышен, понятно. Приподнят и возвышен, да. Ну, понятно. То есть находится выше, выше, да. Я тоже так решила. Я так решила, по смыслу похоже. Да, отлично, все хорошо. Так, ехолот. Айсига. Ага, сага. Сага. Шелану. Бэээньяним. Айлуким. Да. Нисмахат. Нисмахат. Душа женская, да. Сага женщина. Альмасов. Да. И, значит, сейчас скажу, возможность этого постижения, которое у нас, как бы, которое в нашем, так сказать, вопросах, вопросе. Ну, божественных вопросах. В божественных вопросах, да. Вот так вот. Опирается он только на, как бы, на его деяния. Правильно, то есть его познать нельзя, а познать его можно через его деяния. Окей, Абрам вышел из палатки, посмотрел на небо, увидел звезды и говорит, вау, не может быть же так все само по себе. Да, у этого должен быть хозяин. И с этого начался весь путь. Ну-ка, и такая идея. Ну, хорошо, дальше. Да, правильно, это тоже цитата. Поскольку Всевышний скрыт, как бы, со стороны или по части, как бы, своей сути, но явлен нам в его деяниях всего. Да, это Рашбе, да, он написал Рашбе, Рашбе – это правнук Раши. Да, Бог сокрыт свои сущности, а открыт по своим дебам. Окей. Валькен гу Нікре. Нікра, я думаю, Нікра. Так, это он пишет, видимо, этот самый Рашбе, пишет в Эфину. Аборэ, Борэхшмо, Шехэн Тигле Гу Лану Бе Маасэ Абрия. Замечательно. И, значит, творец, благословенное его имя. Нет, Алькен, вот, по-моему, ты не попривела. Поэтому, и Алькен, ну, отсюда, поэтому, поэтому он пишет этот вот в Эфину. Он называется в наших устах, то есть мы его называем как. А, вот, все, что-то я снизу не доперла, не точно. Вот поэтому называется он устами нашими, творец, благословенное имя его, что явлен он для нас, для нас в деяниях, является он в деяниях. Брия, да, почему называется Борэ, почему мы называем его Борэ? Потому что он творец, потому что он творец, творец. Но Брия – это все сотворенное. Окей, хорошо, мы можем... Вот опять я вас под... Не Брия, а Брия. Брия, если бы было два Юда и Халя... А, да, Брия, наверное, Брия. Пожалуйста, не наверно. Деседор Гамон. Деседор Гамон. Окей, хорошо, мы можем перейти к Ане. Давайте будет Аня и Анна, хорошо? Ну, может, Анна, может, еще хочет почитать? Или... Ну, хорошо, Аня, давай, если ты сказал, что ты разбирала, ты чувствуешь себя сильнее, чем... Ну, короче, я просто не хочу, как боюсь у кого-то отобрать. Да не, послушай, не надо ничего бояться. Ой, это уже полно до конца, я вас умоляю. Мы, да, начитаемся, и сборы помощи начитаемся еще. Давай дальше. А то раз потихет, как бы... Потахет. Потахет, да. Бе вришит бара, гдей, але идгіш, шерак, метох, идбоненут, бе вріа. Бріа, вріа? Нет, молодец, правильно, бриа. Спасибо. Правильно прочитала. Молодец. А потом поправилась на неправильное. Молодец. Ну, мне просто... Хорошо, ладно, хорошо. Бриа, бриа, негле, негла. 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 Это Айлоким. Негале, я думаю. Негале. Негале, так, хорошо, давайте сейчас разберемся. Так, значит, тура начинается с берешит бара, чтобы подчеркнуть, что только метоха и дбоненуты от изглядывания в сотворение или в творение... А, в творение написано, да, хорошо. Негале. Открыт, как бы, являм Всевышний. В, 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 Нитвадалов, Багава, У, В, Ира. И, значит, сказать, познакомимся с ним или как-то мы ознакомимся с ним. Познаем, наверное, его. Познаем его. Познаем его, познаем его, познаем его в любви и в трексе. Ну, да, правильно. Кто у нас? Рамбам, который майманит, он рамбам. Рамбам. Кадиврей, Кадиврей, Арамбам. А, нет, рамбам, рамбам. Яд-то хазака, как пишет, значит, который майманит, короче, в своей книге, значит, яд-хазака. Ну, дальше есть некоторое такое, немножко зубодробительное, но яму тебе поможу. Я с этим не очень в свое время, но... Ну, хорошо, прочитайте, просто прочитать, а перевод мы потом переведем, я, честно говоря, взял... Все вместе. Да, окей. Так, вээх, ги адэрэх, лэгавато, вэрато. Вот, видимо, это вопрос, как... Где, 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 скорее всего, или какова? Какая, я думаю. Я все время путаю эти два слова. Любовь его и каким, как путь, каков путь, что ли, к любви и его, и к страху, к страху, к нутребету перед ним. Ну, да, правильно. Да, окей. Перед ним. Бешаа, шейдвонен, адам, вэмаасав, вэроав. Бруав, я думаю. Бруав. Браав. Не флайм. Браав в смысле его творения. Но его творения. Я поняла. Мы бы, я уже... Леня спросил, по-моему, мне показалось. Нет, я молчу. А, молчишь слегка. В тот момент, когда человек всматривается в его деяния, его и в творения его, такие большие, чудесные, великие, чудесные. Нифлаэм к дурим. Вэ ирэ, мэгэм, хохмато. И как это... Они его в... Усмотрят. Ну, вот я думаю, усмотрят. Усмотрят через них, усмотрят в них или через них его мудрость. Мудрость, мудрость его, шээйн ла арах, арах, волоке. Эрах, 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 стандарт, ценность. Нет ей, нет ей, как бы, конца и края, короче. Конца и края, да, правильно. Да, мир и... Молодец. Спасибо. Мишабех, да, Мишабех. Мишабех, да, Мишабех. Хвалит, восхваляет. Мифаэр. Митава, тавак, дола. Мишабех, желает большим вожделения. Он, как, ну это я поняла уже, любит, как это, любит и прославляет, и восхваляет, и вожделеет, вожделением великим. Так, что-то такое. Лаида Ашем Агадур. Как это, познать? Ну, то есть, познать, познать его великое имя. Ну, как бы, ну, в общем, идея, как бы, понятная, что познать его только, его с большой буквы, познать его только через его творение. И поэтому важно, что Тора начинается со слова, ну, Бара, во всяком случае, второе слово, правильно, Брешит, Бара. Самое главное, самое главное, почему? Потому что, еще раз мы про это говорили, что на иврите слово Бара, это слово уникальное, творение Ешмы Айн, которое не приложимо никакому другому действию, то есть, любого другого. То есть, люди не могут делать Бара, люди могут Яцар, Вааса. И, кроме того, вначале, это для Алены, говорят, там что-то уже подчеркивалось, что только здесь, в первой фразе, написано Бара, а все, что дальше, это Яцар, Вааса. Поэтому здесь, здесь, это вот именно Бара для того, чтобы через Брия смотреть и познавать его, а иначе невозможно. Ну, вот, как бы, такой, такой, хорошо? Можем дать... Где остановились, а? Вот, Ле Амхашат. А, Ле Ахмашат, ага. Все, мы можем дать другой Ане? Да. Аня, пожалуйста. Ле Ахмашат, Адабар, Габар. Чуть-чуть погромче, Симон, или я, если бы, вся громче сделала. Сейчас, подождите, объем меня немножко микрофон. Ле Ахмашат, Гадабар... А, Натан, поставь, пожалуйста, курсор, где вы читаете? А то что-то мне... Сейчас, сейчас, я хочу только себя делать погромче, чтобы я мог слышать. Да, Ле Ахмашат. Так видно? Вот, я... Видно? А, подожди-ка, вот это вот Алькен, Путеха, Путеха, Путеха... А, не-не-не, я что-то пропустил. Сейчас, сейчас, я немножко пропустил. Да-да-да, слегка, слегка. А, нет, это Алькен, вот это Путеха. Да-да-да, это я виноват. Окей, Алькен. А, я и думаю, как-то вы так быстро... Да-да-да, не, я виноват, 100%. Все-все, я... Значит, Етер Алькен, Гам, это Некудот, Гарешит. Подождите-ка, а вы пропустили все... Не-не-не, Ань, вот отсюда, я прошу прощения, на первая строчка в следующей, новой странице. Алькен. Поняла, поняла, поняла. А я и думаю, что тут... Окей. Алькен потахат Гатора, Бахавана, Хиля, Бабет, Велёба, Алев, где Ле-Ламдену, я думаю. Так, не надо, я сама. Отбита. Поэтому открывает Тора намеренно с буквы Бет, а не с Алиф, чтобы научить нас или показать нам, что надо открывать Алиф, Элоим из буквы Бет, Габриа. Так, понятно. Я так вот не пропустил вот этого Бахавана, Хиля. Я извиняюсь, если это было сказано. Бахавана, Хиля, это в смысле как бы преднамеренно. Преднамеренно. То есть специально. То есть это не случайно, что начинается с Бет, а не с Алиф. Потому что до этого был разговор, что правильно было начать с Алифа, потому что Алиф – это Элоим. И сразу застолбить и сказать, Бог сотворил. И так дальше. А не начинать со Славанного Бет. Но тем не менее, говоришь правильно начинать с Бет. Почему? Потому что Бет – это Брия. А познание Элоима через Бет, через Брия. Поэтому начинают через Бет. Ну вот как бы это такое объяснение. Окей? Так, Бахавана, Хиля – это преднамеренно? Да, конечно. Это даже в современном игре, Бахаванат, даже, по-моему, из чего-то судебного, юридического. То есть преднамеренно, либо непреднамеренно. Вполне, да. Что ты говоришь? Вполне так, да. Окей, Савава. Дальше. Более того, также точку решит самого творения мы не можем постичь здесь, скорее всего. Сейчас, я прошу прощения, я выключу только у себя Тикуда Оров, потому что он у меня все время это самое. Я должен был выключить. Сейчас я вернусь обратно к тексту. Все, дико. Вроде все тихо. Все, 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 все. Окей, Бессадр Гамот. Так, еще раз можно? Можно. Где мы были? Да, да, да. Более того, также и точка решит самого творения мы не сможем постичь до конца. Ну да, сейчас начинается опять вот эта вот тема, что несмотря на все разборки, понять невозможно. Поэтому, окей, есть несколько вещей, которые, то есть, резюме этой статьи такой. Есть вещи со всеми умными вещами, которые были разводами, есть вещи, которые понять невозможно. Поэтому это тоже вот решит, тоже осталось загадкой. Окей? О том, да, слегка, слегка, извиняюсь, просто о том, о том, это тоже в современном иврите, это тоже вполне стандартное выражение. То есть, до конца... До самого конца. Ну да, может быть, он как-то еще... Он как-то еще рутся. До конца. Ну, до конца, да. Том, том, да, ну... Там Венелям умер. Ну да, потому что том тоже, конец есть по-разному, есть сов, это конец. То есть, есть начало, есть конец. А том, это как бы типа тупик. Да. Совершенно. Это литературное. Да, 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 то есть, да, да. А том, это до конца, после этого больше ничего быть уже не может. Лёнь, я не понял, что сказал, честно говоря. Ну, хорошо, окей, беседор Гамон. Дальше читаем. Так, Лёнь, ты с нами? Ты нам что-то говоришь? Либо это постороннее? Не понял я. Ну, хорошо, ладно. Пусть там отключат. Я его выключил, я его выключил. Всё, слегка, да, окей. Замечательно. Да, окей. Это ведь, чтобы постичь полностью нечто, мы должны вглядываться с точки зрения, ну, Архимеда. Да. Который, как бы Архимедец, Архимеда, который вне его. Правильно. Вне этого. Можешь пояснить, можешь пояснить. Ну, чтобы, мы должны на что-то посмотреть со стороны, чтобы понять. Да, правильно. А причём здесь Архимед, я не понимаю, причём Архимедец. Ну, даме, его, значит, чета, он же это, кто там, из ванной у него там вода. А, да, 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 да. Я что-то, я пропровалился. Ну, хорошо. Окей, вы там между собой разговаривали. Ну, хорошо, ну, идея как бы простая, для того, чтобы понять. Я спрашиваю, Таня, объясните вы, я в шутку сказала. Я причём, причём, причём здесь Архимед, взгляд, взгляд. Потому что Архимед сказал, дайте мне точку, я переверну. Должна быть точка. Я тоже так подумала. Да, да, да. Ну, как бы идея такая, что для того, чтобы был рычаг, должна быть точка изнутри. Для того, чтобы оценить что-то, надо быть не внутри него. То есть, если я нахожусь внутри чего-то, я не могу понять, что это. Идея... Так как у нас выражение со стороны виднее. Потому что действительно Маббат... Ну, да, вот, мне кажется, хороший пример, который все помнят. Ну, я, Васильевич, помню, да. Гагарин летел, летал в этот самый космос, сказал Бога, нет. Ну, вот по этому утверждение, неправильно, что он находился внутри как бы самого как бы творения. Поэтому, если бы он мог выйти из этого творения, находиться как бы, ну, на одном, не знаю, уровне, с Богом мог бы сказать, вот я его не вижу. Поскольку мы все находимся внутри творения, то мы не можем увидеть вне его. А он находится, он с большой рукой находится вне его. Поэтому вывод Гагарин, во всяком случае, в рамках нашего дискурса, он неправильный. Окей? Можем дальше читать? Да. Окей. Нет, в Илу, я думаю, вот это. У меня нету. Нет, есть. А, слиха, да, 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 да. Замечательно. Но мы, ну, в то время как мы, как существа сотворенные, не можем, сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, подождите, подождите. Пожалуйста, да. Афель, это темно или это сахар? Не, 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 ну, если, да, ну, могу чуть-чуть подсказать. Очень важное слово, вот вы знаете, как называлось, или как назвали нелегальную эмиграцию, когда был британский мандат? Маапелим. Маапелим. Вот от этого разошло слово. А теперь вопрос на засыпку, да, вот у нас сейчас Хидон Танах. А где появляется слово Апала? Первый раз. А вот эти падшие ангелы. Апала? Не совсем нет, потому что здесь это не падать. Здесь Лаапиль, а не Липоль. Это появляется первый раз. Так, Леня, давай, напрягайся. Не помню. Это, помните, такой момент, когда после Мироглим народ прокололся. Ну, то есть, как бы, народ прокололся. И Мушер передал им, как бы, приказ Всевышнего о том, что вынесен, как бы, приговор. Все, они все это покажут. А, наглый, наглый этим Маафелим, дерзнувший Маафелим. Не, 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 сейчас, еще, еще. Ну, есть, товарищи, которые пытались. Дерзкие, ну, дерзкие, да. А они сказали. Вот нам это прошло. Они сказали. А мы пойдем, и мы пойдем, и... А мы пойдем, и нападем. И написано, я и пилу. А они, давка и пилу, они, как бы, рванули, ну, рванули на гору. Вот. А и все были, естественно, разбомблены. Почему? Потому что это было неправильно. Но очень интересно, что это слово, то есть оно, его, у него такое множественное значение. Но главное, это дерзость. То есть делать что-то, что-то, что не по правилам, да, и может привести либо к положительному результату, либо к отрицательному. Вот в случае с... После Эмироглим было отрицательно, было разбито. А вот в случае с нелегальной эмиграцией, там было положительное. Ну, и теперь, чтобы заканчивал, потому что, может, вам это интересно, мне было очень интересно. Во-первых, интересно, что вообще, откуда это слово взяли. То есть вообще надо было с комментариями читать, чтобы это слово, как бы, присвоить нелегальной эмиграции. А с другой стороны, у Рава Кука есть целая статья по поводу вот этой дерзости, да, хуцпа. Безман от халта до геула, да, это... Дерзость в начале мессинянского процесса. То есть, грубо говоря, вот эта вот дерзость, она может работать, может не работать. В времена мужчины она не сработала. А вот сейчас, поскольку здесь, как бы, мессинянский процесс, она, да, сработала. Ну, и заканчивая все это, возвращаясь к современному эвриту, как называется, например, как сказать на эврите, что эта команда вышла в финал? Вот по-простому. Например, Макаби вышла в финал, как сказать? Рейпила. Рейпила Легмар. Рейпила Легмар. А тоже, 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 я уже не знаю, с чьей подачи. Бен Лезера, Юда Бен Лезера, либо с подачей Лезера, либо вообще, да, тем не менее, стали участвовать в спортивном это все время. То есть, прорвалась в финал, вышла в финал, это и рейпила. Ну, хорошо, возвращаясь к нашему фразе. Эйнэм, флим, гэпиль. Подождите, подождите. Теперь, значит, я ТОХГДей посмотрела в словаре, мне так удобнее, чтобы я посмотрела. Так вот, гэпиль переводится восходить в скобках, преодолевая препятствия. Вот поэтому и в спорте это используется. Потому что это не просто так добился финала, а с усилиями преодолевая что-то. Да, да. И вот здесь второе значение – добраться до финала. А третье уже нелегальная препятствия. Ну, окей, правильно, но он здесь… Преодолением, с мааматцем. Да, правильно. Борьбой, борьбой. Правильно, да. Это важно. Так вот, теперь в нашей свете этом переводим. И мы, как сотворенные существа, не можем преодолеть, как-то взойти, подняться. Ну, прорваться, я думаю, все-таки прорваться. Правда творения, за само… Да, мы вернули, да. Окей, без садыргамур. Так, можно еще? Конечно. Ле амхашат гадавар. Здесь мне непонятно. Габа, допустим. Никах, это мусак газман. Вот что вот это габа? Почему гэйбасов, а не али? Что это имеется? Что это за слово? Я думаю, то же самое. Нет, нет, нет. Я так думаю. Мне кажется, для иллюстрации следует… Нет, 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 ребята, здесь однозначно. Здесь Ава, 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 я думаю, из Талмуда, Ава, Ава, Амина. Ава – это давайте, в смысле, давайте. А, ну вот это… Да, да, да. Да, да, точно, точно, точно. Хаванагилов, да? Да, да, да. Значит, чтобы прочувствовать это, давайте возьмем понятие времени. Да, только единственное, вот это вот, конечно, то, что не дословно, это все нормально. Но вот это слово очень хорошее. Амхашат, чтобы почувствовать, понять. Амхашат – это… Ощутить. Да, это сделать это существенным, виденым, выпуклым и так дальше. Наглядным, для наглядности, как я поняла. Наглядным, да, для наглядности. Слово «решит» относится к времени творения. Но что предшествовало этому времени? Окей. Нет, вот если можно перевести досюда, потому что там сейчас будут примеры. Сейчас. Ведь. Ведь время невозможно, не дано измерению, кроме как посредством изменения состояния материальности. Замечательно. И что в скобках тогда пояснения? Шаон Шэмэш, Шаон Холь, Шаон Гахугим, Шаон Дигитали, Шаон Биологи. Ну да. Как, например, солнечные часы, песочные часы, стрелки со стрелками, дигитальные часы, биологические часы. Ну да, то есть это все связано с изменением материала. Да, материальным. Окей. В отсутствии материальности и движения у слова, у понятия «время» нет смысла. Замечательно. В материальности и движения у слова «время» нет смысла. Окей, хорошо. Ну вот еще и тогда вот этот маленький абзац еще, если можно. Ну конечно. Ли накуда зо, мэ хавэн га спорно, баперушо лимэля берешит. Окей. Сейчас, сейчас, секунду. Именно это подразумевал… Отлично. Спорно, это есть комментатор такой. Да, 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 конечно. Своем комментарии под словом «берешит». Да, ну и еще одну фразу. Батхилят га зман вэгу рэга решон билти митхалек, шелега я зман кодэм ло. Окей. Ну как бы в самом начале времени. Это первичный момент. Билти митхалек это что? Бли митхалек, но который не дробится, не частится. От слова «часть». А, неделимое. Да, оно неделимое, да. Неделимое, да. Значит, вначале… А как вот Батхилят азман? Ну, он же говорит, он говорит слово «берешит». Мы говорим «вначале». Так это вот почему «вначале»? Это некоторое специфическое время, которое даже временем назвать нельзя. Потому что время, оно объяснило. Потому что оно неделимое, и нет времени ему предшествия. Да, 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 да. Ну, а я зман кодэм ло. То есть «решит» – «решит». Это некоторое первоначальное состояние, которое обозначает старт секундомера. До него ничего не было. Окей? Хорошо? Леня, ты можешь дальше? Я выпал отмазки, у меня куча других дел. Давай лучше вас… Нет проблем, нет проблем. Мы переходим к «вуманям». Окей, хорошо. Я могу продолжить, но я мало почитаю. Ну, сейчас только… Ну, сейчас секундочку, чтобы… Я с вами, но я с вами частично. Лёнь, я не понял, ты читаешь или нет? Нет, 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 я это… Ну, нет проблем, все, хорошо. Окей, Аня, Аня, которая Аня, а не Анна. Ты хочешь читать? Да как тебе сказать? Могу попробовать, но я это не читаю. Послушай, не напрягайся. Читай спокойно, мы тебя совершенно не торопим. Очень важно, что мы все как бы участвуем. Вот и все. Давай. Так. Алькен. Алькен Эйн Аторра Амию Эдет, получается. Да, замечательно. И отсюда, поэтому нет, как бы, Торы. Ше Мил Эдет, которая, как бы, предназначена, получается, что ли? Ну, здесь Эйн Тора, это, знаешь, это следует. То есть, нету Тора, а в смысле, поэтому Тора нет. Не предназначена… Как это не предназначена? Нет, поэтому… Алькен Эйн Тора, поэтому Тора, Эйн Тора, ше Эйн Бекуха Ле, азман ехула льв нот. Вот это вот Эйн, вот это, относится к этому. Хорошо, все понятно, хорошо. Так, Мил Басар Вадам, ше Эйн Абекухо Ле Апиль Аль Меевер Ле Музагай Музагай Азман. Ну, вот, может, ты читай это запятой, тогда будет понятно. Ихула Ле Фтуах Берешит Азман, Эль Берешит. Очень хорошо выходит из этого. Ну, мы пойдем, поймем, просто очень красиво здесь. Ну, хорошо, следовательно, Тора, да? Следовательно, Тора. Так, предназначенное для вот этого… Сотворенных из крови и плоти, правильно? Сотворенных существ, у которых, которые не в силах… Подождите! Да, что? Я не поняла этот перевод. Эйн Гато Рам и Эдот Лебасара Дам. Ну, это вот… Да, 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 мы переводим, да, мы переводим. Подождите. Хорошо. Я не поняла, как вы перевели. А, нет, хорошо, тогда перевод такой. Я поняла, подождите, можно попробовать? Пожалуйста. Значит, поэтому невозможно было как бы начать Тору, которая предназначена для вот сотворенных существ, которых не в силах, как сказать, дерзнуть, которые не в силах… Которые не в силах прорваться за рамки времени. Прорваться за рамки времени. Не могла она начаться со слов «решит», 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 «решит»… Нет, вот это вот важно. Она не могла начаться со слова «решит». «Решит». То есть сейчас объяснение, почему «вы решит», а не «решит». Потому что «решит» невозможно. Вот поэтому надо было дочитать беспредельно. Поэтому надо было начать со слов «вы решит». То слово «эйн» относится к «ехуля», а не к «решит». Да, 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 да. Это там, да, это как бы тут, ну так запятая даже стоит. Да, да. То есть, да, айну, это то есть. Да, ну то есть. То есть «бетух», «решит», «бешлав», «шебо», «квар», «кайям», «мусак», «азман». То есть, словами внутрь, в суть внутрь этого начатка, «бешлав», как это, которые как бы ступени, которая ступень, в которой… Где ты видишь ступень? А, «бешлав», да, хорошо, да, хорошо, правильно, да. Этап. На стадии, да. На стадии, в которой уже существует, существует, есть понятие времени или как-то так. Уже существует. Так, а теперь все предложение, пожалуйста, спокойно, нормально. Черт, тихо очень, да. Ну сейчас я тогда погромче, я не слышал вопрос. Еще раз всю фразу вы перевели. А, еще фразу, еще и… Гладенько, от начала до конца. Следовательно, Тора, предназначенная для сотворенных из крови и плоти, которые не в состоянии существовать вне понятия времени, не может начать с «решит», «начало», а начинает с «бэ» «решит», то есть в начале, в момент, когда понятие времени уже существует. Все, спасибо. Потому что «решит» мы сказали, что может быть только тогда, когда часы начинают работать, правильно? А тогда никаких часов не было. А вот «бэ» «решит» означает, когда заработало время. Ну так мне показалось, правильно? Да-да-да, отлично. Окей? Хорошо? Аня, ты можешь еще чуть-чуть прочесть? Ну, допустим, хорошо. Ни ата ювэн. Юван, юван. Юван, отсюда ясно, понятно. Мадуа веда треши. Ин атора. Эйн только, да? Ин, ин, атора. Потахат. 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 А-О-ЛАМ. Еш-Ми-Айн. Окей, точка. Точка. Понятно, почему лада-ата. Как это лада-ата? Что-то это может означать. Да-адзна, знайте. Нет, почему по мнению Раши. А, вот почему по мнению Раши. Эйн, то-ра, это все, это то-ра-не. Теперь мы понимаем, почему. Не начинается, получается, не открывается сотворение мира из ничего. Да, вы помните, была проблема с Рашей. Почему? Потому что он соединял три первые фразы в одну большую. И там пропадало понятие Еш-Ми-Айн. А сейчас, исходя от этого последнего объяснения, пытаются объяснить, почему Раши специально сделал так, что он пропустил Еш-Ми-Айн. Дальше. Вода. Вода. Ин, Раши. Сейчас. Микпак. Как это слово? Микпак. 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 Вот. Бэйкар эмунназе. Так. И поэтому, и что-то такое. Нет, вода это безусловно. Безусловно. Раши как-то не сомневается, что не Раши не сомневается. Бэйкар эмунназе. Как это? В этом принципе веря. В этом принципе веря. В этом принципе веря. Я только хочу сказать, заметить, да, для тех, кто, может быть, не знает. Мне кажется, это правильно. Есть же вот два вида сказать нет. Правильно? По-простому мы бы сказали так. Ну, предположим, даже оставив Водай. Водай, Раши, Ло. Есть Ло. Фактбэк это нормальная форма. Но как бы более возвышенная и более строгая, когда начинается с Эйн Раши. Эйн Атайя Холь. А ты не можешь. Но это более сильное, чем Атало Яхоль. Атало Яхоль это тоже ты не можешь. Но Эйн Атайя Холь. Это, видимо, надо перевести более строго по-русски. Ты ни в коем случае не можешь. Окей? Хорошо? Да. Ну, хорошо. Давай дальше. Эла. Подождите, подождите. А что вы перевели? Анна что-то говорит? Да, я бы переведите еще раз сначала. Водай, шейн. Безусловно, Раши не сомневается в этой основе веры. Так. Эла. 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 Шелла да то. Умедет. Некуда. Некуда. Тебя. Решит. Зу. Мэ. Аль. Яхолед. 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 Изгото. Изгато. Изгото. Сам. Гатош или Адам. Замечательно. Он не сомневается, однако, по его мнению, он куда-то стоит. По его мнению, понятие, вот это вот понятие, понятие вот это решит. Это вот превыше понимания и постижения человека. То есть он говорит, что Раша несмотря на то, что у него нет объяснения, то есть в его объяснении отсутствует еш мы айн, но это не означает, что он отрицает, не дай бог, этот принцип. Потому что принцип один из основы веры. Поэтому эта фраза говорит вот, что безусловно, Раша не сомневается в этой основе веры. Но, по его мнению, решит, выходит за пределы способности понимания человека. Окей? Ты можешь дальше, Ань, лифихах? Лифихах. Матера. Матера Тора Шлаф Кеме Айзе. Кемаи, я думаю. Кемаи, мне кажется, это слово. Поэтому, как получается, оставляет Тара этот этап. Кемаи, по-моему, начальную точку. А, вот это вот этап этот оставляет. Ли Гэнзэй, ли Гэнзэй, не старот, вы как это, сокрытие, чтобы... Ну, да. Алейхэм, не ма. И поэтому, что-то там сказано. Да, про которую сказано. А то нас оставляет первоначальную точку. А, про которую сказано. Как-то в сокрытии, или как-то в укрытии. И об этом сказано. Чудеса, превосходящие твое понимание, не исследуя. То, во что не можешь врубиться, не врубляйся. Ну, типа этого, да. А у метхила это дворы. Дворы, это Дэ, это Тара. Правильно? И начинает свои слова. То есть она Тара. Слова, Бэрешит, А, Увия. А Вая. А Вая. А Мухэрит Лану. А Мухэрит Лану. То есть это все объяснение, почему не Решит, а почему Бэрешит. Потому что Бэрешит, это то, что мы можем понять. Да когда счет пошел. А Решит, это понять невозможно. Потому что там ничего нет, в том числе времени. Окей? Так, прежде всего, Своя Мухэрит Лану. И для возможности. Что там где-то говоришь? Про что? Вот это вот метхила это дворы. Бэрешит. И поэтому и начинает свои слова с Бэрешит. А вот это следующее. А Вая, АВАЯ, что здесь будет? ВАВАЯ. Знакомый нам реальность. А, вот так. А Я, это ну типа реальность. А, ВАЯ реальность. Значит, вот эта фраза, да, я перевел так. Поэтому Тор оставляет эту первоначальную точку как что-то скрытое и непостижимое. Как сказано, и чудеса, превосходящие твое понятие, не следует. И начинает свой рассказ с Бэрешит, в начале, который представляет, который представляет начало знакомой нам реальности. Окей? Хорошо? Да? Народ, вы согласны? Да, согласна, согласна. Окей, ну хорошо, тогда, Анна, вы можете вот на одном дубе дочитать до конца? Да, да, да. Только как-то, может быть, как-то подалеку от микрофона или что-то так плохо слышно. Ну, я отставлю себя как можно больше слух. Сейчас, как-то издалека. Слышно, но как-то далеко как будто было. Вот что-то есть, да. В прошлый раз было сильнее. Да, в прошлый раз хорошо было слышно, да. Я другой наушник подключу, здесь микрофончик есть. А, ну вроде получше, вроде получше. Извините, ага. Так, где мы находимся? Вот самка, это Бехах. Ага. Бехах Юван, Гамба Пируш Гарамбан, Мадуа Патаха Татора, Бамилят Гасмихут Берешит, Белё, Лесмаха, Лесмаха, я думаю, Лесмаха. Лесмаха, Лешум Миля, Габа, Ахареа. Получше. Сразу же была. Да. И мы, этим мы поймём, тоже по толкованию Рамбана, почему открывают Тора словом Смехута, Берешит, не без следующим подсмехутным словом, который идёт за ним. Да. А, вот ещё, да. То есть он хочет теперь, что он сейчас делает, одну секунду, что он сейчас делает, просто концептуально. Мы же начали с Раши, потом Рамбана, да, правильно, потом нам показали, что всё очень сложно, а теперь он, как бы, показав нам, в чём заключается эта сложность, а сложность, что надо было начинать, решить, невозможно, только сберешить, и теперь, возвращаясь к началу, он хочет соединить первое и второе. Раши уже отбили, правильно, а теперь отбивается Рамбан. Окей. А Тора Мавакешет Ломар Кивьяхоль, Тора хочет, как бы, сказать. Да. О, всё, замечательно. Спрашивает человек, в начале чего? То есть мы с этого начали весь наш секунду, правильно, потому что Ма отсутствовала, Брешит Ма. Окей. В начале чего? И отвечает сам себе, я не знаю. О, всё, отличный ответ. Алькен, Алькен, Ани, Коре, это Гамиля Берешит, Вэля Харе, Хашка Худот, Плеа. Плеа, да, Тмимэни, Низгэва, Лё Ухаля. Да. Да. Поэтому я читаю слово Берешит, которое и три, и трочки, три точки после него. Плеа, это что такое? Удивление. Удивление. Ну, три точки, в смысле, как удивление, да? Да, да. Плеа, но это я не знаю переводить. Это из Таилим, это выше моего понимания, что я не могу вам постичь. Да. Удивительно, удивительно знание для меня, высоко не могу постичь его. А, вот. А, это 130 какой-то Таилим. Да, 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 да. Это Таилим. Это 39. 39. Ага, точно. Я членов Таилим. Окей. Ну, и последняя фраза. Ну, вот та самая. Ну, хах, гагу, тамир, венелям. Да. Это тоже цитата. Улеби, мале, агава, веира. Леми, шеамар, вегая, гаулам. Окей. Ну, на этой высокой фразе, как ее понять? И из этой точки отчета я стою в огромной скромности. Да. И сейчас. Я посмотрел. Тамир, это тоже скрыт, перед тем, кто скрыт и не видит. Я еще не дошла. Я еще не дошла. Окей. Ну, подожди, Натя, дай человеку сказать. Нет проблем. Да я сама тормозну. Нет проблем. Нет проблем. Так, сейчас, подождите. Ну, хах, это леохех, да? Это как бы доказав, что, да, вот это. Нет, Ноках это перед тем. Ноках, То есть, я стою как бы перед чем? Вот Ноках это лифней. И муль, да, лучше муль. Ноках это муль. Я проверю. Просто это более, более... Да, слова и словарь дается напротив, да, напротив. А вот это, Гагута, мир вене, вот это то, что я хотел сказать. Тамир, это слово я тоже не встречал, но, как бы, в других местах, по смыслу, перед тем, кто скрытый, невидимый. Да, Тамир скрытый, скрытый, невидимый. Ага, да. Окей. Окей. И мое сердце полно любви и трепета. Правильно. Кому, Лемиши, Амар, Ляу, Лям. К тому, кто сказал, и он был миром, что ли? И стал миром. И сказал, и стал миром. И сказал, и будет, и будет свет, и все, и вот оно осталось. Нет, 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 это не все. Да, да, да. как бы, сказал, который сказал, и был, и сотворил мир, и был мир. Он же по слову, да, 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 по слову, по слову, ага. Все совершенно правильно вы сказали. Точки отчета. Стою я смиренной, большой смиренности перед скрытым и еще раз скрытым, сокрытым. Сердце мое полно любви и трепета к тому, кто сказал и по его слову сотворил мир. Да, все совершенно правильно. Надо одну вещь только отослать, код. Все, отослал. Все, мы замечательно, мы закончили эту статью. Вот я даже закрываю это совместное использование. По-моему, очень интересная статья, она меня, в общем, поразила. И, ну, как бы, и так, и так, и так, и отбивается и раш, и рамбан, а в конце все это закручивается. По-моему, очень интересно. Значит, для тех, кто смотрит записи, пожалуйста, вы можете воспользоваться полным русским переводом этой статьи на сайте lremont.org. Там чуть-чуть прокрутить главную страницу, и там будут все недельные, все статьи к недельным разделам, включая эту тоже. Окей? А вот, позвольте, пожалуйста, я посмотрела в словаре, потому что Тамир, все-таки, вот хочется поточнее перевод, это скрытый тайный неведомый. Ну, да, мы только что посмотрели. Ну, да, ну, да. Поточнее. Окей, нет проблем. Замечательно. Я останавливаю запись, мы закончили эту...